Стоматолог – это врач, который специализируется на проблемах с челюстно-лицевой зоной, заботится о ротовой полости в случае возникновения проблем с зубами любой сложности и помогает их бесследно устранить. Ежегодно 9 февраля во всем мире отмечается профессиональный праздник – День стоматолога. В стоматологической поликлинике Хасаверта ежедневно трудятся десятки специалистов, где оказывают своим пациентам квалифицированную помощь. По словам заведующего терапевтическим отделением стоматологической поликлиники Тимура Бикеева, которая работает в этой сфере более 20 лет, наиболее распространенным заболеванием зубов является кариес. Пациенты обращаются к специалистам не своевременно, что чревато различными последствиями. У нас не принято в ранней стадии проходить, лечить. Кариес зубов – это такое же заболевание, как и другие заболевания. Чем ты раньше начинаешь его лечить, тем, естественно, и результат лучше, и зубы сохраняются надольше. Появляются маленькие трещинки, даже пятнышки, надо лечить. Тем более сейчас есть стоматологические материалы, какие-то светоотверждающие, очень много. Потому что стоматология сейчас очень сильно развита, развивается с каждым годом. Поэтому проходите вовремя лечить. Если вовремя не вылечить, это уже переход в патологию, это уже инфекция. Это карман инфекционный, это может быть и переостит, астимилит и дальнейшие осложнения. Процесс-то развивается дальше, потом его намного сложнее уже лечить. Потом пациент приходит и хочет за одно посещение вылечить этот зуб. Это уже невозможно. Это приходится уходить и неделю, и месяц. А люди некоторые недопонимают этого. Они думают, раз зубная боль, зуб, это просто пришел, вылечил и ушел. Это не всегда так. Профессия стоматолога охватывает довольно обширный спектр деятельности. Лечение, профилактика, хирургическое вмешательство, протезирование, исправление прикуса и многое другое. Поэтому современная наука разделила данную отрасль знаний на несколько специфических направлений. Такие, как стоматолог-терапевт, он проводит первичный осмотр и занимается стандартным лечением зубов. Устранением кариеса, воспалительных процессов, инфекционных заболеваний, полости рта. Это первый специалист, к которому попадает пациент. Стоматолог-ортопед – это специалист, который занимается устранением деформации прикуса и протезированием зубов. Стоматолог-хирург устраняет дефекты путем хирургического вмешательства. Данный врач стандартно занимается имплантацией и удалением зубов. Профессиональная деятельность стоматолога требует от него развитой мелкой моторики рук, зрительной координации. Потому что эта работа чуть такая мелочная, и тем более контингент людей бывает разный, с людьми они разные все. И профессионализм, надо развиваться каждым днем, каждый день. Я до сих пор учусь. Рекомендация в первую очередь – гигиена полости рта утром и вечером. И правильная чистка зубов. Наши люди не все чистят. Может быть, 90% чистят неправильно. Почему? Потому что чистить зубки надо не менее трех минут. Второе – это пища, прием пищи. Фрукты, овощи. Поменьше вот этих газированных соков, которые непосредственно портят эмаль зубов. Потому что там все кислоты. Особое место в этой деятельности занимает направление детский стоматолог. Молочные зубы имеют свою специфику и ряд особенностей. Все об их устройстве и правильных методах лечения знает данный специалист. Кроме того, он еще и хороший психолог. Не так-то просто посадить ребенка в кресло к стоматологу. Долг врача – выслушать все жалобы пациента. На прием приходят разные люди, поэтому важно быть физически и морально выносливым. Внимательным, сдержанным, тактичным и коммуникабельным. За прошедший 2017 год специалисты стоматологической поликлиники оказали квалифицированную помощь около 100 тысяч человек. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».